Всем привет. Ну вот мы и дождались сезона 2018. И я решил его в этом году открыть на большой воде. Лед только-только растаял, поэтому едем мы в Сызрень, в гости к Сергею Карпову. Будем пытаться ловить вот эту вот весеннюю рыбу, сразу после распаления веда. Попробуем плавать сюда, еще хоть что будет искать, не готов пока. Ничего не понятно. Погода мерзкая, холодная. Но как бы оденешься тепло и оттуда выпишем. Сегодня вечером, надеюсь, уже прибыть в Сызрень и завтра с утра на воду. Посмотрим. Ну и вам покажем. Может быть, будет что-то интересное. Вот лед, который я занялся. Ну вот, успели бы запретать, как положено. Лед еще. Но все шикарно выйдет. Вчера вот эта льдина была сплошняком толстая и ногами не ломалась. Но ночью прошел дождик, разогрелась. И сегодня мы готовы выйти. Ну что могу сказать? Нам повезло. Колоть не придется. Выйдем, наверное, так. Ну и сейчас что-нибудь поотталкиваем. Нормально? Да. Ну что могу сказать? В прошлый раз мы приехали. В одном катере был стоящий канды. В этот раз приехали. В другом катере флагом. Традиция появлена. В прошлый раз наловили хорошо. Посмотрим, что будет в этом. Привет! Удачи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 Вот он. Первый. Первый. 28. Первый в сезоне. Первый. Красавчик. Такой вот он. А вот кто-то его кушал. Этого берша. Похоже, что это тот самый, кого мы хотим поймать. Аусин застил и мои глаза. Поэтому я тоже поставлю мандугу. Какую-то. А я поставлю билай. Или не билай. Надо ставить любую. Смотрите. Во, супер. Вот я ловлю вот на такой форме. Да, это форма. Вот этот шикарный будет. Ну да, вот этот билай. Рамин. Гран Мерси. Я твои мандулы постоянно пользуюсь. Да, да. Это рамин. Хороший. Рабочий. Вот сейчас мы попробуем. Сейчас попробуем поставить гран-34. Вот, наверное, должно лучше быть. Что там у нас. Вот это монстр. Монстрелку. Вот это монстр. Скорей, скорей. Что-то будет. Прыг-прыг-прыг, манги. А вот Асгард коллекшн. И резиночка шакал, если что. Да. Резиночка такая. Маленькая. Отличная палочка. Унцовая, кстати. Такая чуйкая. Я понял. Я просто на тот спиннинг не чувствовал. Нафига ее. Вот. Вот как бы, друзья, вот это моя любимая приманка. Особенно она на чемпионате мира очень себя зарекомендовала. Именно вот в этом цвете. О, такой-то косовелый. 26. А палочка до 28. И клюнул прям так. То есть мы даже, возможно, поклевки просто не ощущаем на тяжелой грузе. Дубль, дубль, дубль. Да. Вот так бывает. Вот так бывает. Мы с господином Карповым взяли дубль. Дубль! У меня вот. Давай, хвали. А у меня скат. 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 А, какой скотина. Вот он, дубль. У меня крупнее. Да, да, да. Ну, у меня там тяжелее. А, нет, у меня тяжелее. У меня там. Да, такой. Такой. Судачек. Кстати, Серега просто подвис. Просто взял и подвис. Без удара. Без удара. Барень. 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 Практически идеальная приманка для осызания. Вот ты ловит джигом мощным. А вот приманочка 28 грамм. Он просто обалденно тонет на течении. Это просто вообще фантастический. Красивая. А-а-а. Как хорошо ушел. Побежал. Побежал. Причем лазить. Три гонщика. Наверное, лучший из Ратен, который я только видел. С остальными губами. Это лайфрам. Лайфрам будет. А-а-а. Ух ты. Вот это рыбка. Ух ты, какой бершочек-то, а. Зачет. Вот, дорогие друзья, в общем-то, как работает три гонщика весной. Рыбка неактивная. На резину на джиг не хочет. А вот Ратен кушает с удовольствием. Вот такой красавец. Удочка, конечно, выше всяких похвал. Вообще, палка твичевая. Хотели попробовать твич, но пока рановато. Щука еще даже на кромет не пошла. Вот. Ну, после запрета проверим. Но пока вот. Но вываживание супер. Новая корейская плетеночка. Супер. С теуларовой нити почти. Это новая система. Совсем это необычный пузырь. Вот она. На сильном течении падает очень здорово. То есть, если обычной плетенкой мы ловили 70-граммом джигом, с этой плетеночкой унцовый Ратен. Прям шикарно себя чувствовать на течении. Ощущение прям как будто ты ловишь в ненасильном течении. Как летом. У меня не зачет совсем. Ну, тут на грани зачета тоже. На грани зачета. Смотри, да, аж такие агресские, и то на ратник лезут. Ужас. Ужас. Ужас не так мало. Пока крупного судачка не нашли. Очень сильное течение. Плывет куча мусора. Пока нашли некрупного судачка. Но зато... На каждой проводке по одной поклевке. На каждой проводке минимум по одной поклевке, а то и больше. И подобрали приманку крутую. Подвесну. Наверное, самая крутая приманка пока из того, чем мы подобрали. Вот такой кратлин. Вип, так называемый. Называется тригон. Тоже абсолютно новая модель. В прошлом году ее презентовали. В этом году она появится. Продажа. Надеюсь, продажа. Появится, появится. В мае. Вот эта кукленность японского рынка. Очень крутая приманка. Плюет на каждой проводке. Обыграл джиг сегодня три к одному. Ну, пока. Ну, да. То есть я начинал с джига. Поклевки есть, рыбы нет. Как только поставил тригон, тут же начались уже поклевки с рыбой. Потом, пока этот змей видео, он успел поймать тогда, когда я мучился с резиной. Резину пока не хочет. Ну, ничего. Я сейчас попался на тригон. Поставлю мундулу. Посмотрим, что будет интереснее. Мундула или рады. Так, потянуло прям. Он без удара. Он так раз и потянул. На паузе. Просто мимо проплывал, оказывается. Малыш. Малыш. Сачек. Ну, вот небольшой очередной судачок. Интригон. Ну, вот, ну, никак не клюют. Крупные пока не нашли. Мелочь, да. Сейчас поедем, поищем крупную. Но это весенняя тема. Крупный, наверное, еще стоит подо льдами. Здесь льды плавают. В залива. В заливах. Вот такой вот судачок. Вот такая приманочка. Красивая приманочка. Вот так вот она идет. Даже в закоряжных местах, в общем-то, проходит четко. Вот, поэтому очень удобная штучка. На всякий случай, медленно вывожу ее. Глобина все-таки приличная, чтобы пузырь не выскочил. Маленький. Играет спинка. Хорошо. Ну, отработает. Опять маленький судачок. Тригончик. Тригончик. Смотри, в чем, видишь, как взял? Он давил его снизу. Тригончик. То есть судак не активен. Но вот на раклину он клюет. А на резину не хочет. На джип вообще не хватает. О, красавица. На у меня сошел. Ага. Ну, собственно, цвет интересный. Песчаный как будто бы. Есть? Дуплетик. Совсем малыш. Смотри, беш. Малышный? О, беш, малыш. Ага. А, блин, цвет-то тоже красивый. Какой сиреневый вверх. Да. Обалденный цвет. Тоже холодный. Под холодную воду цвет. А еще эта штука очень плотно работает в отверстие. Так, и мы ловят в отверстие, бро. Вот так получше. Побольше тебе давит. Это давит. По крайней мере, зателочник-то, наверное. А то что-то все какие-то маленькие, весенние, не проснувшиеся еще. Нормальные судакиты. Вот, какой красавчик. Я прям вниз по течению по отношению к лодке. Самая лучшая игра у роты, но все равно вот не поперек течения. А, вниз. Вниз, да. Бершин. Хороший какой бершин, да? Ух ты. Какой бершинок. Умеренный. Умеренный. Ох, какой. Хороший толстый. Он такой зател, уверен. Да, зател, зател, конечно. Ничего себе, вот это бершинок. Красавчик какой. А надовед как. Красавчик. 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 Опаньте, вот он, красавчик, красавчик такой, ох, как-то так. Экспириенс в брейкач-машине. Сколько килограмм? Десять. Десять. Что такое, килограмм семьсот, пятьдесят килограммовый. Ищет. Ну, он еще, взял, взял, взял. Один, два, два. Терри. 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 менее начинка начала зачет вот это уже более-менее чего-то похож на пошло это бирж ребята вот этот биржа чё вот это биржа чё вот это приятный биржа чё давно таких не ловил это уверенный запилошный бирж 200 300 серёж говорит кило 200 кило 300 красавец вот опять резина мандула поролон только три года вот почему тут серёга право разные раклины только три года работы но маленький компактный тяжелый правильный провод только красавец вот это реально красавица хорош на рот першачек серьезно скорее всего убиваем мелочь начать ловится крупный счет трофей ну и трофей вижу это першина карьеры вот такого на джек пари да сколько баллов такой на джек пари дает это первое место скорее всего короче первой тройки это впервые тройки гарантирует 100 ну вот собственно говоря наше место где есть рыба много сейчас мы выставить немножко поглубже будем работать с разной стороны цвала вся рыба где-то на девятке 89 вот как раз туда-сюда меняли точку стали чуть глубже надежде поймать крупнее дубль а я взял и поменял джек на рад интригон сразу начал ловить специально пробовали ловить на разные приманки но не ловится на другие приманки о смотри близнецы да то же самый плач на паузе и и и Я его специально медленно-медленно делал, чтобы пузырь не выскочил, чтобы жив остался. Сосиска, логически правильное вываживание, да, весь в пиявке, смотри прям, пиявку несколько штук надел, еще и почистил, смотри, это он специально, вот, пиявку почистил. Да, там пришли пацаны, сказали, чистят, пускай. Да. Может быть, сама выходит. Хороший щука, наверное. Вперед? Хороший судак, очень хороший судак. Больше трешки? Ну, так скажешь, значит, тебе виднее. Завожу, завожу, не вижу. Есть. Дома. Дома. Ха-ха-ха, есть. А вот. Вот, вот, зачем мы сюда ехали. Пожму твою руку. Молодец. Вот, зачем мы сюда ехали, ребята. Вот он. Вот он, красавец. Ха-ха-ха-ха-ха. Да. Что, думаешь, больше трех? Да, однозначно. Четвертый. Четвертый? Три-семсот такой. Профессалан говорит, я даже известный не буду. Больше, больше, больше трех однозначно. Хороший. Супер. Хороший. Вот за этим мы сюда и ехали. Вот таким вот красавцем. Ну, я надеюсь, не последний. На самом деле. Суточья. 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 Ну, собственно, все отчариваем до дома до хаты. Вечи загрузили. И тысячи километров почти домой в Москву. Но доволен. Реально доволен. Рыбки хорошие. Рыбку хорошую все-таки поймали. Вот. Ну и так. Отдохнули. Подышали воздухом. Набили рук. Потренировались перед летним сезоном. Следующая рыбалка уже либо там, где можно ловить запрет, либо, соответственно, после запретов. Большая эта вода только после запретов. Сейчас придется, получится два месяца. Видите, какую мелочь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова